Мы сегодня собрались в российской газете в рамках экспертного стола, посвященном налоговложению физических лиц. Мои большую публикацию готовили. Вы с прекрасным докладом выступили, про интересную практику рассказали. А вам самой что больше всего запомнилось? Александр, спасибо за приглашение на этот экспертный стол. Было интересно услышать мнение коллег, услышать новеллы законодательства, которые озвучил представитель ФНС. И узнать статистику, уже 52 миллиона уведомлений в бумажном виде рассылается налогоплательщикам, 16 миллионов через личный кабинет. То есть налоги на имущество уже становятся очень массовыми налогами и касаются уже практически каждого физического лица, каждого жителя нашей страны, у кого есть в собственности земельные участки, объекты недвижимого имущества, транспортные средства. И надо помнить, что 2 декабря надо все эти налоги оплатить. Но также надо помнить про то, что получив уведомление от налогового органа и увидев там то, что не понравилось, не обязательно с этим соглашаться, а можно посмотреть, правильно ли определена кадастровая стоимость объектов, исходя из которых начисляется налог и соответствует ли она рыночной стоимости. И если вы не согласны с этой стоимостью, то можно обратиться к независимому оценщику, пересчитать налоговую базу и налог. И причем это можно сделать не только за текущий период, но и за 3 года назад, что может быть существенной экономией для домохозяйства. Спасибо. Спасибо.